Девочки, ну можно потише? А если ты мне еще раз позвонишь, то мои братья тебе так настучат! Ой, извините, это я не вам. Что? Какая федеральная программа? Галина Сергеевна, по-моему, это тебя. Алло? Что? Социальная служба? Галина Сергеевна, скажи, что это не я, мечом окно разбила. Да, да, да. Всеверная Васнецова. Квартира 35. Спасибо, я же просила. Сама теперь будешь таскать свои словари из библиотеки. Да, хорошо. Что? Девочки, нам дадут новую большую квартиру. Ура! У Бублика выйдет своя комната! Ура! 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 Даша, Женя в третьей пуговку с Галиной Сергеевной. А четвертая? Ну, у нас же должна быть комната, где будут храниться одежда, туфли, косметика. Ну, не только мои. И ваши тоже. Нифига себе! То есть, это еще одна твоя комната с полочками для наших вещей? Да нет, девочки, это будет моя комната. Ну, спать я буду, конечно, в Дашкиной, а там будут тренажеры. А Бублик где будет спать? Между прочим, мы на одной кровати уже не помещаемся. Девочки, подождите! Нам же еще ничего не дали. Рано делить шкуру не убитого медведя. Не бойся, Бублика, это она не про тебя. В общем, завтра придут люди социальной службы и будут смотреть, давать нам эту квартиру или нет. Что ж ты молчала? Хорошо, что я не успела тренажеры купить. Ну, просто, наверное, есть другие, более нуждающиеся многодетные семьи. А мы тоже нуждающиеся? Я уже третий день могу купить себе новую помаду. Если проверка увидит бутик в твоей комнате, вряд ли они поверят, что мы нуждаемся. Надо позвонить папе. Нет, не надо говорить папе. Помните, он пошел разбираться, почему путевки дали не в Сочи, а в Анапу? Нам вообще путевок не дали. Точно. Тогда будем действовать сами. Чтобы нам улучшили условия, нужно самим их ухудшить. А шкура собаки не подойдет, а то я с ней все равно не играю. Сергей Алексеевич, вы мне очень мало платите. Тамара, вы говорите мне об этом после каждого похода в магазин. Чего вы добиваете, чтобы я понял вам зарплату? Наконец-то вы поняли мой намек. Я узнавала. Все секретари с высшим образованием получают в два раза больше. Тамара, тут ключевая фраза не в два раза больше, а с высшим образованием. Да. МГИМО, Гнесинка, МГУ и высшая школа КГБ. Знаете что, Тамара, пусть тот, кто продает вам эти дипломы и поднимает вам зарплату. Сергей Алексеевич, у меня не было времени учиться. У меня вон полный завал на работе. Тамара, а вы где-то еще работаете? Сергей Алексеевич, высшее образование – это моя мечта, а вы меня ее лишаете. Вот скажите мне, вот у вас есть мечта? Да. Я хочу, чтобы у меня была нормальная секретарша. Я 25 лет назад приехала в Москву с мечтой получить образование. Помогите мне, пожалуйста! Тамара, успокойтесь, успокойтесь. Вы не просто мой начальник, вы мой единственный, вы мой любимый начальник. Тамара, тамара, успокойтесь, успокойтесь, сядьте. Сядьте, сядьте, сядьте. Тамара. Ну хорошо, Тамара, только давайте договоримся, чтобы не как в прошлый раз, когда вы три месяца отпрашивались сдавать на права, а сами крутили роман с инструктором. Но права-то я все-таки получила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли. Ой, а мы вас сегодня и не ждали. Проходите, вешайте пальто на гвоздь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите, садитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, спасибо. А у вас что, ремонт? Ремонт? А что это такое? Девочки, у меня к вам будет несколько стандартных вопросов. Первый. Погоди, Лида, здесь и так все понятно. СМЕЕТСЯ Тетя, а можно мне бумажку, а то меня рисовать не начнет? – СМЕЕТСЯ – Ты посмотри, как одеты девочки. Это же ужас! СМЕЕТСЯ А папа у вас кем работает? А, он врач. Ага. Понятно. Бюджетникам сейчас тяжело. Я вот уже второго рожать не стала. Тетя, а у меня в новой квартире будет кровать? А то мне уже надоело спать по очереди. У тебя там все будет. И кровать, и диван. А у нас есть диван. То есть, был диван, но кушать хочется больше, чем сидеть. Давайте, может быть, мы другие комнаты посмотрим. А в другие комнаты нельзя. Да, там стекла выбиты. Мы те комнаты как холодильник используем. Зоя Петровна, вы пальто забыли надеть. Я не забыла. Я девочкам оставила. Пусть носит, у меня еще есть. А мы давайте в следующий раз с детским психологом сюда придем. Правильно. Спасать надо девочек. Марина, Галя, Женя, Маша, Даша. Скоро большая квартира будет наша. Девчонки, как вы думаете, они нам поверили? Да их лица, видите, они нам теперь 10-комнатную квартиру не пожалеют. Да, нарадуйтесь. Пойдемте, нам еще, между прочим, диван со шкафом на место тащить. Антонина Семеновна, я пришел к вам по делу. Васильцов, когда ты последний раз со мной так говорил, я стала твоей тещей. Тамара хочет поступить в ваш университет. Не могли бы вы ей помочь найти репетитора? А мы уж вас отблагодарим. После последней твоей благодарности я чуть не попала в больницу с отравлением. А почему вы решили поступать так поздно? Я делала карьеру. А на какой факультет вы хотите поступать? А, я не знаю, где полегче. Может быть, что-нибудь в области искусства? Я пою хорошо. Замечательно. Скажите, у вас хоть по одному предмету была пятерка? А по всем, которые вели мужчины. Может, тогда вам на физкультурный поступать? А я хотела. А Сергей Алексеевич против. А можно высшее образование как-нибудь по-быстрому получить за месяц? Быстро только кошки родятся. И то должна вас заверить как биолог не раньше, чем через месяц. Я, конечно, поговорю с коллегами, посоветуюсь с кем-нибудь. Может, кто-нибудь согласится, но... А, Татьяна Семеновна, вы помогите. Сколько тебе стоит репетиторство? Тысячу? Тамара, а почему бы вам не поступить на биологический факультет? Привет, Серега. Представляешь, у всех моих вчерашних клиентов эти пломбы повылетали. Мне придется делать их бесплатно. У меня же солидная фирма. Три дня гарантии. Ты не ответишь-то? Серега, ты не психотерапевт. Ты знаешь кто? Ты экстрасенс. Антонов. 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 А где Тамара? У ее любимого, сера Бернара, опять сыпь на пятках выскочила. Хуже. Пошла учиться. Причем занимается она с Антониной Семеновой. Вот. Серега. Серега. Ты решил сконцентрировать все свои проблемы в одном месте. Даже если Тамара не набучится ничему, она станет просто дисциплинированной. Человек, который приручил ядовитых пауков, с Тамарой точно справится. Ну что ж, пишите. Понятие генетического скрининга. Че? Что, мне известна эта тема? Понятия не имею. Что это за понятие? Я забыла, что вы не из биологического колледжа. Так, тогда тема и дубликация ДНК. Антонина Семеновна, а мы все еще биологией занимаемся или уже иностранным языком? Антонина, это программа десятого класса. О! А мы в десятом классе с биологичкой не ладили. У нас и на мужчин вкусы совпадали. Хорошо, давайте сразу, чтобы не терять времени. Зря. Фотосинтез. Нет. Пояс в верхней конечности человека. Нет. Круг кровообращения животных. Малый или большой? Малый. Нет. Большой? Нет. Так, продешевел его-то сегодня. Начнем с Азов. Знаете ли вы, что в стакане воды находится два миллиона простейших микроорганизмов? А у вас что, фильтр не стоит? Тамара, как вы собираетесь с такими знаниями поступать в ВУЗ? Я надеюсь на блат в приемной комиссии. Как же вам не стыдно? А что это вы на меня кричите? Это на работе кричат, в милиции кричат, и вы тоже. Вы же не знаете, как я живу. Я на работу прихожу раньше всех. Я варю шефу кофе строго определенной крепости и температуры. Мне осталось только на коленях входить к нему в кабинет и петь. Славься, славься, мой славный директор, Сергей Алексеевич Васнисов. Может, вам валерьянки дать? Да, да. У меня аллергия на валерьянку. А на что у вас нет аллергии? На коньяк. А потом он разбил мой компьютер с почти уже разложенным пасьянцем, вылил на меня переслашенный кофе, одел на меня рекламный щит с надписью «Клиника Васнецова» и отправил на улицу. Какие страшные вещи говорить. Мне даже сердцем стало нехорошо. Где-то тут валерьянка. Нет, нет. Что вы, я на работе не пью. Вот я тоже Васнецову говорю всегда. Вы смеете произносить имя этого человека в моем доме? Звучит как тост. Вы пьем за женщин сильных и честных. Что-то мы скучно сидим. Благодарю. Благодарю вас. А здесь у меня есть мужчина, такой солидный. Он разнообразит наш учебный процесс и украсит наш вечер. У меня с вами всегда. О, Свет, ты! Я... О, Женька, давай ты, я больше могу. Давай. У меня сил уже нет. Да. О, о. Девочки, это те идиотеньки вчерашние. Они еще с собой одну привели. Давай. Доброе! Что-то долго не открывают. Надеюсь, что мы не опоздали. Ой, а мы вас не ждали. Даже квартиру убрать не успели. Давай, давай, давай. У вас все в порядке? Да. Просто сестры квартиру подметают. А веник очень тяжелый. О, упал веник. Вы проходите. Девочки, познакомьтесь. Это наш новый психолог из социальной защиты Лариса Павловна. Она решит все ваши проблемы. Ой, наконец-то мы уедем отсюда. Мы столько лет этого ждали. Да. Девочки, мне нужно задать вам несколько вопросов про вашего отца. Ну, может быть, мы пройдем на кухню? Нет, не надо. На кухню сегодня нельзя. Мы из кухни окно в комнату переставили, чтобы спать теплее было. Да. Лидия Васильевна, я тут дальше сама. Вы идите с Зоей Петровной, подготовьте документы девочек. Третий. Интернат. Ничего не бойся, девочка. Говори правду. Ваш папа пьет. Папа? Нет. Почти. Ну, разве что по праздникам. Так, что я хотел сказать. Значит, папа надолго оставляет вас одних? Нет. Ну, был один раз. Да и то случайно. Так получилось, что я еду во Владивосток. А, так ты поздно придешь? Приду очень поздно. Через неделю. Нет. Что вы, папа женщин домой не водит. У нас, у нас только Оксана жила. Жена известного олигарха. Она у нас жила. Потом забеременела. И папа сказал, что теперь она с нами жить не может. Ну, вы не подумайте, у нее с папой ничего не было. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, что вы. Папа, у нас абсолютно нормально. Всем привет. Девчонки, как я вам? О, супер. Поздравляю. С чем? С тем, что вы вместе Девочки Я, конечно, вас расстрою Но вот прямо сейчас Я не могу вас забрать Девочки, я дома Девочки, я просил вас все убрать, но не до такой же степени Здравствуйте, простите, а вы кто? Я из соцзащиты Я пришла вам сказать, товарищ Воснецов Что мы передаем в суд Вопрос о лишении возвратительских прав Меня? За что? Это же недоразумение Это же недоразумение Это ваше отношение к дочерям У вас же девочки, они ходят в одежде прошлого века На кухню, у вас нет тока Вместо мебели У вас только дверь и гвоздь в коридоре Я хороший отец Здрасте Я это, сторож из детского сада Полину сегодня забыли забрать А мне это, ну, нужно садик закрывать Стойте! Девочка Не бойся ничего Объясните, что происходит? Кто забрал мебель и за что забирают девочек? Да подождите, папа не виноват Да мы по глупости, я пуговку забыла бабушка Папа хороший, если не верите нам, спросите у любого У соседей, у бабушки Да, да, точно Спросите у бабушки, она у нас Кандидат биологических пауков Ой, то есть, как это? Карина Сергеевна, ну скажи, ты знаешь А, то есть, лучше, лучше сами спросите А я сейчас еще веселее музыку найду Утесов или Ертинский Воснецов, ты же вообще обнаглел Ты теперь уже ко мне своих женщин приводишь Ну, Антонина, красивых женщин много не бывает Позвольте представиться, Леонид Что предпочитаете? Коньяк, шампанское Ну что, доигрались? Запомните хоть, как папа выглядит А то завтра после суда времени, может, и не будет Пуговка, закрой уши Ругаясь, папа, я ведь тоже провинилась Как вы могли Пап, ну прости нас Я сейчас не вас спрашиваю Как вы могли, Антонина Семеновна, забыть про пуговку? Я же вам специально звонил Да, Антонина Семеновна, Сергей Алексеевич звонил И просил вас сегодня забрать пуговку А вы как вы могли додуматься? Сергей Алексеевич, понимаете Я сейчас не с вами разговариваю Пап, мы просто хотели, чтобы нашу квартиру обменяли на пятикомнатную И вам это удалось Пятикомнатная квартира в обмен на папу Что делать? Завтра суд, а у меня и знакомых юристов только одна Галина Сергеевна Ладно Что бы вы без меня делали? Алло, аллигатор? Мы, юристы, просмотрели судебную практику по подобным делам Вот ваши ответы Если вдруг возникнут какие-то проблемы, недоразумения Вот компромат на судью Маша, отвернись Спокойно Маша, повернись А еще Возьмете телохранителя для солидности А он действительно солиднее меня выглядит Вот поэтому сейчас вы едете в спа-салон Отбеливаете зубы, делаете прическу, маникюр, ну и все остальное Ой, папочка, а можно я вместо тебя в суд поеду? Никаких походов в суд Вы у меня наказаны Знакомьтесь, это адвокат Абрам Семенович Защищал самого Билла Гейтса А что, он тоже привлекался? Ни в коем случае, ни разу И все это благодаря Абраму Семеновичу Ну, вроде бы все Ничего не забыли? Еще нужны характеристики От участкового, от учителей школы и от соседей Это письмо от министра внутренних дел Это от министра образования Это письма от президентов стран СНГ Ну, соседи Да, вот от Лукашенко письма нет У меня с ним возникли некоторые разногласия Ну, как разногласия Кинул я его Что-то папы долго нет Не волнуйся Аллигатор меня еще ни разу не подводил О! Ура! Мы выиграли! Ура! Ура! Нам вернули папу! Я же сказала, что аллигатор все разрулит Прескать! Алло! Да, Василий, все нормально У суда был только один вопрос Почему нет письма от Лукашенко? А пятикомнатную квартиру постановили Отдать более малоимущей семье Что? Даю трубку пуговки! Спасибо, аллигатор С меня причитается Слушайте, а давайте позовем бабушку И все вместе будем есть торт Нет, бабушка занята полезным делом Причем совершенно бесплатно занимается О! О! Пишите Анабиоз Это резкое снижение Жизнедеятельности организма При неблагоприятных условиях С дальнейшим его восстановлением Антонина Семеновна, я не могу больше Иначе у меня будет этот Анабиоз А можно мне в туалет выйти? Вы за 10 минут Пятый раз выходите Пишите Анабиоз Это резкое снижение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова